Всем привет! С вами я, GameDragon, и мы продолжаем наши полёты в Kerbal Space Program. Значит, задачей на сегодня у нас стоит спроектировать орбиту к Муну, сделать, совершить к нему полёт, собрать научные данные и вернуть их на нашу родную планету, на Кербин. Значит, мы на круговой орбите, пускай она немножко эллиптическая, у нас Апогей и Берегей отличаются на почти 40 км, ну, ничего страшного. Я переключился на внешний вид, на вид, скажем так, орбитальных систем всех наших. Я выбираю Мун как цель, то есть это говорит о том, что мы захватили её как цель, и все наши, скажем так, дальнейшие прокладки курса будут из расчёта цели к Муну. Из кабины я планировать рассказывал уже, пока не умею, не научился, если такая возможность вообще в принципе есть, поэтому я буду по старинке. Вот, значит, у нас есть две точки, восходящая и нисходящая. Видите, наша орбита немножечко наклонена по отношению к орбите Муна. То есть любые орбитальные операции строятся, вот перелёт между планетами, спутники, если я хочу состыковать корабли. Первое, с чего я начинаю, это с выравнивания наклона орбит. В данном случае мы будем делать это вручную. Наклон изменения орбит делается в восходящей или нисходящей точке. То есть если изменение радиуса орбиты периапсиса или апопсиса происходит в противоположных точках, то есть мы меняем апогей в перигей и наоборот в апогей мы меняем перигей, то наклон орбит мы меняем в восходящих и нисходящих точках. Они у нас появляются, когда у нас есть цель, потому что когда у нас никакой цели нет, у нас в принципе любая точка на орбите может быть восходящей или нисходящей, потому что нам не к чему восходить или нисходить. Значит, создаём здесь ноду манёвра. И будем мы это делать вот с треугольничками вот этими. Значит, пока я её меняю визуально. Значит, на всё про всё мне понадобится 184 метра в секунду. Достаточно много, и я боюсь, что я могу остаться без топлива для перелёта к муну. Ну, посмотрим. Возможно, мы спланируем траекторию так, чтобы один импульс полёта к муну построил нам траекторию такую, чтобы мы сразу и вернулись без дополнительных корректировок. Может быть, даже сразу и на планету. То есть, и тогда достаточно часто можно так спланировать, что один импульс разгонный даст нам возможность долететь до искомого объекта, да, в данном случае до муна, вернуться и затормозиться либо об атмосферу, либо сразу спроектировать траекторию практически, грубо говоря, посадки. Так, у нас 9 минут до точки. Сразу выравниваемся на таргет, который появился. То есть, искажение, изменение наших орбит по наклону делается по нормали. Вот эти вот малиновые значки нам делают изменения в нормали. Убираю лица, составлю и добавлю немножечко ускорения для того, чтобы подлететь к точке изменения орбиты. Так, осталось нам, видите, он говорит, что нам 9 секунд всего импульс надо. Но меня это радует. В самом-то деле. 34, 30, 20... Стоп, 9 делим напополам, 4,5, еще чуть-чуть и дадим импульс. 7, 6, 5, дали импульс. Упс, стоп, что-то меня снесло немножко. Я останавливаюсь, выравняюсь и обратно дам еще импульс. Так, ну, смотрите, практически выравнился, да, то есть немножечко еще добавить, все, в ручном режиме, конечно, тяжело выравнивать, но, где у нас тут, вот он показывает у нас тут orbital period по нему, intercept and general relative inclination, да, вот разница между нашими орбитами все 0,2 градуса, то есть, в принципе, более чем достаточно. Следующее, что мы должны сделать, это спланировать траекторию полета. Значит, вот мы крутимся вот так, но он тоже крутится сюда. Значит, мы должны выстрелить вот по спирали так, чтобы в какой-то момент перехватить moon, а не забываем то, что moon тоже будет двигаться, он движется, видите, со скоростью 542 метра в секунду на расстоянии 11 миллионов километров. У нас. Значит, ставим точку и увеличиваем прогрейт наш, да, то есть, скорость. вот смотрите, практически попали. Значит, что у нас получается? первая траектория, вот рандеву планер, наш precise node, достанем, им очень удобно работать. Он позволяет нам очень точно задать скорость и импульсы, да, то есть, по прогрейту, по нормали, по радиальному, с очень небольшим хоном, потому что мышкой 001 вы вряд ли достигнете. То есть, у вас будет либо перелет, либо недолет. Значит, из чего состоит траектория? Из нескольких частей он простраивает нам первое. Мы летим и встречаем первый encounter. Encounter – это событие. Вот через, я так сейчас разверну, через 5 часов 3 минуты 6 секунд, да, мы попадаем в воронку гравитационную moon. Приходим в фиолетовую часть, летим, 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 попадаем в перегей. Наш перегей будет 203 километра, да, достаточно близко. Вот, потом на нас действует гравитация moon, мы теряем скорость и начинаем двигаться обратно за moon, moon движется сюда, и она нас за собой утягивает, назад утягивает, утягивает, но так как у нас скорости будут достаточно велики для того, чтобы избежать ее притяжения и не пасть на круговую орбиту вокруг moon, через какое-то время, видите, гораздо дольше, чем попадение в ее encounter, мы от нее оторвемся. То есть, вот, в encounter мы попадаем, когда moon будет, видите, чуть левее сейчас, уйдем от нее, когда она вот будет в этом месте, где фиолетом нарисована. Отрываюсь от нее и возвращаюсь по зеленой траектории на траекторию вокруг Кервина. Смотрите, давайте сейчас попробуем сделать так, чтобы возвратная траектория на Кервин, вот наш берегей был не в двух миллионах километрах от Кервина, а где-то на уровне там 60-70 км, чтобы мы могли сразу затормозить. для этого я попробую сейчас подвигать наш… так, это я увеличиваю, видите, скорость увеличиваю и моя траектория после пролета Керви будет 86. Оно еще… о, смотрите, как красиво получается. я падаю полностью на землю. То есть, один импульс 840 метров в секунду приведет меня к берегею, правда, в 700 км над moon, но тем не менее, я буду в зоне действия moon, а это значит, что я выполню цель миссии, то есть, я попаду, я так и делаю, через 3 минуты я должен дать импульс в 40 секунд, я выравниваюсь. Вот, кстати, смотрите, сразу дисплейчик, да, переключился, то, что я вам говорил. Вот он показывает нашу траекторию, как это будет все. Значит, давайте мы сюда ball переведем, да, наш… тут мне не очень интересно, а вот тут мне более понятно. Сюда выведем что-нибудь интересненькое, я пока даже не знаю, что мы сюда можем вывести, это наша орбита на фоне Кербина, то есть, вот он сканирует даже поверхность. Тут общие данные, moon, вот оставим статистическую данную, данные по нашей орбите, вот нод т, кстати, у нас есть, видите, через 2 минуты 48 секунд, давайте, чтобы времени терять, мы быстренько развернемся на синюю ноду. Вот так… еще чуть-чуть, вот так на синюю ноду стали, и… через… вот, 2 минуты 27 секунд мы должны добавить дельта V 840, траттл сейчас 0 стоит, потому что у нас выключенный двигатель, relative inclination 0.28, разница между нами, вот тут характеристики все показывают, time to apoapsis уже над moon, час, точнее, нет, 1 день, 1 час, 1 минута 20 секунд. Таргет apoapsis 1140… ага, это над Кербином он считает, апоapsисом, значит, пока что мы в зоне действия Кербина, он считает над Кербином 11 миллионов 400 тысяч километров. Так, немножечко ускоримся, чтобы подождать… так, вот, видите, у нас нофбол изменяется вместе с прогрейдом. Так, а вот дельта V непонятная, давайте добавим сейчас. Уже сейчас дадим импульс. Смотрим. Так, что-то очень большое дельта V у нас растет. Неужели мы не в ту сторону? Да. Все бы ничего, если бы нас не подвел нофбол, вот здесь. Нам надо было в совершенно обратную сторону крутиться. вот, по прогрейду, а мы взяли по ретро-грейду. Вместо того, чтобы ускориться, мы взяли и замедлили. Сейчас будем делать обратный маневр. Надо теперь тысячу с чем-то придать. Ну, давайте я сейчас выйду на общий, посмотрю. Да, я думаю, мы справимся. Как-то про нас хватает. Вот. 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 Орбита растет. Смотрите. Здесь 600. 980. Тут. 930. Тут. так. Так. Смотрите. Нам не так много надо добавить. Видите. Так. Быстро растет. Так. Я сбросил. И по чуть-чуть теперь буду добавлять. Видите. троттл. 10% всего. Все. И пошло новое лечение, по-моему. Значит. Видите. Немножечко перелет идет здесь. Видите. Больше, чем планировалось. Мы можем развернуться и скорректировать. Единственное. Вот эта орбита. Планировщик. Он не показывает нам возвратов. То есть. Что у нас получится в итоге? Мы получится на перегей 707. Вот. На самом деле у нас получится аж вот здесь. Moon Escape. Перегей в миллионе километров. Нет. Давайте все-таки немножечко затормозимся. Иногда бывают неточности. Ну. Куда без них. Так. Просто скорректируем нашу орбиту. Исходя из того, что мы хотим. Так. Точно мы ее так. Корректируем. Да. Все верно. Так. 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 Еще чуть-чуть. Стоп. Вот мы летим сюда. Moon Encounter на 800 будет. Мы уменьшаем, уменьшаем, уменьшаем. Вот так. Да. Все. 600. Вот так и оставим. Пускай будет. Теперь. F5 сохранится. Священное действие для всех геймеров. Сохранится. Увеличиваем скорость. И смотрим, насколько мы были правы. Вот мы друг к другу. Приближаемся. Наша общая скорость. Electrical Charge Running Out. Вот, ребята, мы и приехали. Все хорошо, кроме одной вещи, которую мы не учли. Мы не имеем солнечных батарей и наш запас электричества практически подходит к концу. Таки действительно у нас что-то с контейнером. После каких-то модов, видимо, или что-то полупрозрачным у нас становится. Так. Все. Ничего. Но у нас есть проблема. Пока двигатель работал, у нас было электричество. Как двигатель перестал работать, у нас электричества нет. Так. Будем работать двигателем. Промкнемся по траектории. Сейчас попробуем. Очень-очень слабо. Очень-очень слабо. Так. Вот он не может определиться, попадем мы в колодец вон или не попадем. То есть, когда у нас закончится энергия электричества, все. Я даже двигатель не смогу. Или смогу. А, смогу запустить? Все. Тогда пытаемся. Может быть, у нас еще и все получится. Вот так. Все. Наш джебадай умер. Дайв. Дайв. Эр. Токсити. Не выдержал парень без кислорода. Но вот у меня тогда вопрос. Если мод не работает по жизнеобеспечению, то почему он умер от токсичности кислорода? Потому что, в принципе, в базовой версии они бессмертны. Разве что разобьются ТПС-взрывом. Будем разбираться. Пишите комментарии, если кто-то знает что-то по этому поводу. Соответственно, у нас идет экстренное прекращение миссии. У нас остались обломки. Хорошо, мы сохранились. Будем что-то думать на эту тему в следующей серии. А на сегодня всем пока и спасибо. Жду ваших комментариев, что с этим делать и как с этим быть. Пока-пока.